Следующая новость, которую я хотел бы с вами обсудить, она как-то так мельком сегодня прошла в информационном пространстве, и я так и не понял почему, потому что мне она показалась весьма интересной. Я сейчас объясню, почему австрийский Райфайзенбанк откладывает свой уход из России и сообщается, что Райфайзен вместе с Юникредит играют ключевую роль для финансовой системы Российской Федерации. Значит, через них проходит большая часть международных транзакций российских компаний. Вот почему она мне показалась интересной, потому что он, вот этот Райфайзенбанк вместе с Юникредит итальянским, если я не ошибаюсь, они играют, как сообщают аналитики, опять же, ключевую роль во всех этих делах. Так ли это и почему вдруг передумали? То есть не послужит ли это тенденцией в будущем для того, чтобы там западные компании, да, европейский бизнес, чтобы он отказывался уходить из России? Ну, послушайте, если посмотреть на список иностранных компаний, американских и европейских, которые продолжают вести свой бизнес в России, он достаточно большой. Просто и Райфайзен, и Юникредит, это крупнейшие российские банки, и они у всех на слуху, и, соответственно, о них много говорят. Ну, там те же самые Coca-Cola и Pepsi-Cola, которые не менее известны, они продолжают работать в России, в общем, как-то про них забыли, ну, и работают, работают, зарабатывают деньги, зарабатывают, платят налоги, платят налоги. Вот, поэтому нужно сказать, да, что в отношении, не в отношении Coca-Cola, не в отношении Райфайзена, не в отношении, там, Рено-Ниссана, не в отношении Икеа, никаких санкций не было. Те, кто ушли, ушли по моральным соображениям. Те, кто остались, остались по моральным соображениям. И дальше, когда вы принимаете решение остаться, вы пытаетесь объяснить, почему, да, почему вы это делаете. Ну, вот, скажем, там, Ситибанк, он сказал, мы остаемся, потому что нам нужно время, чтобы свернуть все операции, да, потому что у нас есть ответственность перед нашими клиентами, а наши клиенты – крупнейшие западные компании. Вот мы свернем операции, там, заглушим банк, возможно, у него останется лицензия, но никакого бизнеса мы в России вести не будем. Райфайзенбанк, если я помню правильно, в прошлом году, российский Райфайзен, он принес австрийскому Райфайзену, глобальному банку, максимальный объем прибыли. То есть, это стало вот курица, которая несет золотые яйца. Да. Ну, и вставая в позицию акционеров Райфайзена, ну, слушайте, а нужно ли убивать бизнес, который приносит вам основную часть ваших доходов? Да, но который в то же время питает российский бюджет, а российский бюджет питает российского солдата, который убивает... Послушайте, деньги не пахнут, считают австрийские акционеры. Да, ну, судя по всему, да. Ну, опять, это же не только, ну, я уже вам привел пример, там, и Кока-Кола, и Пепси-Кола, и там еще, не знаю, сотни таких компаний, которые продолжают работать в России и, в общем, продолжают. Да, там, в Киевской школе экономики ведет подробный реестр тех компаний, кто не ушли из России или те, кто ушли, или там, пообещали, что уйдут, но не ушли. И сколько там было разговоров весной прошлого года, что нефтесервисные компании, которые с точки зрения устойчивости российской экономики, там, Шламберже, Бейкер Хьюз, по-моему, они сказали, что они уходят. Да, выясняется, что нет, они продолжают работать, да, там, как-то нашли основания. Сейчас, ну, на самом деле, вот, в позиции Райфазина и Юникредита есть некое зерно, да, вот, где не все так однозначно. Не все так однозначно, да, потому что точно так же со стороны российских зет-патриотов можно услышать аргументы, что вот, ну, Украина же прокачивает российский газ. Ничего же, да, что получает деньги от Газпрома. И ничего, что Газпром от продажи газа получает доходы, и эти деньги идут на финансирование войны. Здесь проблема встает во весь рост, с которым столкнулся западный мир, ну, или там, западные политики в самом начале введения режима санкций. А может ли западный мир, может ли глобальная экономика обойтись без российского сырья? Да, и ответ нет. Потому что, если вы вспомните, то первоначальное заявление, там, администрации Белого дома из Лондона, да, что мы сейчас перестанем покупать российскую нефть, после чего европейцы сели и сказали, ребят, вы-то можете, конечно, перестать, потому что вам российская нефть нужна, а мы не можем, да, потому что у нас Россия поставляет, там, 30% нефти, а если мы купим не российскую нефть, а арабскую нефть, то, условно говоря, Индия, которая покупает арабскую нефть сегодня, она останется без нефти, и начнется глобальная экономика, цены на нефть вырастут. Соответственно, было заявлено, что подход меняется, что Запад не против того, чтобы Россия продавала сырье, Запад стремится к тому, чтобы доходы России, в частности от экспорта нефти и нефтепродуктов, уменьшались, да, были введены вот то, что называется потолки цен. Дальше возникает следующий вопрос, если вы сидите в Вашингтоне в этом кабинете, который принимает решение о том, запретить Райфайзенбанк или не запретить работать в России, у вас следующий вопрос, если вы согласны с тем, что есть компании за пределами США, еврозоны, Англии, Канады, которые могут покупать российскую нефть, российский уголь, российскую сталь, российский палладий, российский никель, палладий, никель, палладий Европа и Америка покупают, потому что Россия 50% мирового палладия фактически продает на рынке, вот, то, соответственно, те компании, которые в России все это дело производят, имеют полное право получить эти деньги, если они не попали под санкции. И, соответственно, если они продают палладий в Европу, то Европа платит в евро, если они продают палладий в Америку, то Америка платит в долларах. Соответственно, российская компания, которая называется в данном случае для нашего примера, норильский никель, вот норильский никель должен получить деньги за ту продукцию, которую он продал. Соответственно, как только американские и европейские производители перестают, То есть ввели санкции на Райфайзенбанк, запретили Райфайзенбанку работать и Юникредит тут заработать в России. Соответственно, Норильский Нигиль не получает дохода от продажи палладия в Европу и в Америку, после чего он просто останавливает экспорт палладия и начинает его складировать у себя в Норильске, в Москву в хранилище. Короче говоря, и современная автомобильная промышленность без палладия прожить не может, потому что палладия это ключевой элемент для автомобильных катализаторов, батарей для электрических автомобилей и для водородных двигателей. То есть и вот начинается вот эта вот цепочка, которая затрагивает всю глобальную экономику и в которой удар по глобальной экономике оказывается гораздо сильнее, чем потенциальный эффект от того, что вы закроете Райфайзенбанк в России. И соответственно, вот вы сидите в Вашингтоне или в Брюсселе, или там вот, вы знаете, когда одна правая половинка вашего мозга сидит в Вашингтоне, левая в Брюсселе, они друг другу обещают, и что делать-то будем? Вот что делать? Ну хорошо, мы закрыли, это не то, что выстрелил себе в ногу, это выстрелил себе в голову. Ну хорошо, давай так, разрешаем двум банкам остаться и работать, но это означает, что мы, как с вами, Левая в Брюсселе и Вашингтон, можем иметь всю информацию о том, от кого и какие валютные платежи в Россию приходят, и кому и куда валютные платежи из России уходят. Но считайте, что это вот такой, знаете, как бы компромисс, да, с одной стороны есть интересы глобальной экономики, с другой стороны вы неожиданно получаете полную информацию от валютных потоков, которые приходят в Россию и уходят из России. Вот такой вот, я понимаю, что жизнь никогда не бывает идеальной, да, но это вот, я вам попытался рассказать, что действительно не все так однозначно. Хорошо, в таком случае, как быть, если дифферсификация невозможна, альтернативы нет, есть в какой-то степени зависимость, и мы перебегаем к тому, что устанавливаем потолки, о которых вы вспоминали. Но, как усилить этот эффект, который, ну, по сути, сейчас минимален, или я здесь ошибаюсь, все же есть какой-то результат, но нам всегда хочется больше, понимаете, да? То есть, как усилить можно в таком случае этот эффект? Ну, послушайте, я прекрасно понимаю интерес Украины, и я бы сам хотел увидеть усиление давления на российскую экономику, но не все в жизни возможно. Ну, не знаю, есть какие-то, например, физиологические ограничения, человек не может пробежать 100 метров быстрее, чем, ну, не знаю, предположим, там 9 секунд, 9,5 секунд. Или человек не может прыгнуть в длину больше, чем на 10 метров. Ну, вот можно, конечно, ставить задачу, давайте мы взрастим спортсмены, которые будут пробегать 100 метров за 8 секунд, а в длину прыгать на 12 метров. Ну, мы можем потратить на это сколько угодно сил, сколько угодно времени, денег, там, финансировать научные разработки, медицину и так далее, но мы этого не достигнем результата, потому что есть какие-то ограничения, есть то, чего достигнуть невозможно. Вот, в моем понимании, в краткосрочном, вот те санкции, которые могли затронуть, ударить по российской экономике, что называется, в коротком, да, в быстром режиме, это и ограничение на работу финансового сектора, и это ограничение на экспорт, они практически задействованы в полном объеме. Да, и серьезного усиления санкций я здесь не вижу. Все усиление санкций, которые может Запад предпринять, и, собственно говоря, об этом значительная часть 11 пакета санкций Евросоюза, это закрытие дыр, через которые целый год Россия уходила от технологических санкций. То есть, когда, помимо же финансовых санкций, были технологические, которые запрещали экспорт в Россию компонентов или оборудования, и вот Россия как-то очень хорошо, легко, без особых усилий, да, получала все, что и необходимо и для военной промышленности, и для гражданской промышленности. Соответственно, вот это направление, да, если вы вводите какие-то запреты, то запреты работают только в том случае, если вы наказываете за их нарушения. Вот мне кажется, что основное усиление санкций, которое может быть сделано и которое должно быть сделано, это оно лежит в части контроля по исполнению тех запретов, которые уже введены. То есть, контроль за исполнением, за ненарушением режима санкций, который уже установлен. Да, условно говоря, там, опять пример, Евросоюз запретил экспорт в Россию автомобилей стоимостью свыше 50 тысяч евро. Да, но, тем не менее, в России существует огромный рынок, большой рынок посредников, да, который готов вам за ваши деньги, там, с переплатой, естественно, с каким-то маржой, привезти любую дорогую автомобиль из стран Евросоюза. Вот, казалось бы, чего проще? Ведь во всех современных автомобилях есть компьютеры, да, и когда вы сдаёте свой, там, Mercedes, BMW или Audi на сервис, или даже Toyota, то первое, что делать, проверяют компьютер. Это означает, что вот через этот компьютер можно просто, знаете, как только по GPS он попадает на территорию Российской Федерации, он прекращает работать. Вот простое же решение, простое решение. Абсолютно. Но вот почему-то никто не идёт по этому пути, да, там ищут всякие лазейки, возможности, говорят, что это сложно, что это невозможно. Вот, то есть, речь идёт о том, что если есть желание, да, то тогда ищутся способы, а если нет желания, то ищутся оправдания. Поэтому можно ли усилить давление? Да, можно, но оно лежит вот в этой плоскости, а не в том, чтобы запретить России экспортировать нефть или палладий. Нефть или палладий – это удар по всей мировой экономике. Поэтому нужно искать другие способы, другие стороны, те, где российская экономика наиболее уязвима, а это технологии. В таком случае, а как вот можно перекрыть эти все лазейки? И правильно ли я понимаю, что в принципе нет интереса? Потому что, простите, да, вот за такую грубость, бабло побеждает зло. Это главный вывод из того, что можно сделать, да, исходя из того, что мы сейчас наблюдаем. И, ну вот, конкретный пример. Есть страна А, да, там, не знаю, Казахстан пусть будет. Вот Россия получает необходимый для нее, для промышленности военный чип от Казахстана. Что делать, например, Штатам и Европе? Кнутом или пряникам? Ну, например, предложить что-то Казахстану, чтобы эти чипы через территорию Казахстана или там, исходя из решений власти Казахстана, не попадали в Россию? Да, что-то предложить, преференции какие-то. Или внедрить какие-то санкции, например. Что нужно сделать? Простите за такой примитивный пример, я понимаю, что, возможно, это смешно, но вот просто, чтобы для наших зрителей было понятно. Ну, ну, смотрите, во-первых, нет универсального решения, да, то есть в каждом отдельном, конкретном случае нужно искать отдельный инструмент. А второе, а почему вы противопоставляете кнут и пряник? Ведь можно одновременно и кнут, и пряник. То есть, если вы не делаете что-то, то мы вам даем пряник, а если вы делаете что-то, мы вас кнутом. Да, и, собственно говоря, это традиционная политика, и никто ее никогда не отменял. Поэтому все очень правильно обрисовали. И опять, не нужно делать, так сказать, нет, но я не хочу сказать, что там запады, там Европа или Вашингтон не делают ничего. Они что-то делают, но, да, там, так сказать, пропускная способность западной бюрократии, она, к сожалению, не очень высока. А количество там позиций, по которым нужно отслеживать ограничения, оно исчисляется сотнями. Ну, бюрократия работает медленно, тем более, если, как вы абсолютно правильно подметили, что бабло побеждает зло, то на стороне бизнеса, который продает в Россию, там, всего, опять, смотрите, вот, там те же самые чипы, которые приходят через Казахстан. Ведь, условно говоря, там, корейская компания, которая, там, какой-нибудь Samsung, да, или китайская компания, которая производит чипы, она может не знать конечного потребителя, да, и это совсем не обязательно, что это последнее поколение чипов, или даже не предпоследнее поколение чипов, не знаю, там, они 5 лет назад появились, или 10 лет назад появились. Для российского ВПК их достаточно. И продавец, когда он продает эти чипы, ну, там, условно, продает в какую-нибудь компанию, ну, не знаю, в Австрии, австрийская компания продает в Тунис, Тунис продает в Турцию, Турция продает в Казахстан, Казахстан продает в Россию, да. Ну, вот, требовать от, там, корейской или тайваньской компании, или китайской компании, чтобы они отслеживали всю эту цепочку, ну, это невозможно, да. То есть, к сожалению, вот это тоже не совсем правильный подход, ну, потому что вы, ну, никто не может отследить, там, всю цепочку перепродаж того или иного продукта. Вот есть задачи, которые тяжелые, сложные, да. Ну, опять, будем надеяться, что их решат. Мы же, как сказать, мы же с вами сидим, к сожалению, наверное, не в тех кабинетах, да. Вот если бы мы сидели в тех кабинетах, мы бы давно нашли решение, правда. Да, безусловно. Прошу прощения. Сергей Владимирович, что вы думаете по поводу зерновой сделки, которая вот 17-го числа прекращает свои работы, извините, ради бога, которая прекращает свою работу, да. Будет ли она пролонгирована, продлена или не будет, и чего хочет Россия? Я так понимаю, что там что-то ей предложили, но она на это не согласна. Она повышает ставки, хочет чего-то еще, или вот она не будет продлена, эта сделка? Я не знаю. Я не знаю, потому что Россия в этом отношении игру абсолютно непредсказуемая. И в прошлый раз, когда сделка продлевалась, и перед этим Россия делала не менее жесткие заявления, что мы никогда ни за что не будем продлевать эту сделку, но потом всегда находился какой-то экскюз, да, извинение, что, знаете, вот мы в этот раз продлили, но уж точно не будем продлевать. Мы можем вспомнить те требования, которые Россия выдвигала, официально озвучивала, да, это, там скажем, работа аммиакопровода Тольятти-Одесса, которая, я так понимаю, уже проблема решена, потому что он взорван и не работает, то есть эту проблему точно нельзя решить. Есть проблема подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, то есть снятия с него санкций, против чего есть серьезные возражения со стороны и США, и Евросоюза, но есть какая-то схема, опять-таки, предложенная России, давайте сделаем очередную компанию, то есть вроде бы как, ну скажем так, при желании обеих сторон эту проблему можно решить. Есть проблема прохождения платежей в Россию, вот опять-таки мы вспоминаем Райфазин и Юникредит, российские экспортеры удобрений или российские экспортеры сельхозпродукции, которые не попадают под санкции, которые продают свою продукцию в Африку, неважно, в африканские, в азиатские страны, они рассчитывают на то, что они будут получать деньги, а деньги до них не доходят. И, соответственно, Россия говорит, слушайте, ребят, ну вот если вы там хотите, чтобы Африку кормили, то не только Украина должна кормить Африку, но и мы должны кормить Африку и давать удобрения, а, соответственно, давайте сделайте так, чтобы деньги проходили к нам. Да, и, ну, если уж это маленькая там логистическая цепочка, связанная с тем, чтобы вот эти суда российские, которые возят зерно, удобрения, чтобы их обслуживали в европейских портах и так далее. Да, вот в моем понимании, за исключением вот опять первой части, связанной с аммиакопроводом, ну, все проблемы теоретически там могут быть решены, да, и я не вижу, почему Украина должна сильно блокировать вот там с аммиакопроводом, там, на Старгетте, Одесса, все понятно. Да, а вот почему там Украина или украинские политики, Зеленский, Ермак, не знаю, там, Шмигаль, почему должны говорить, что нет, мы против того, чтобы Россия получала деньги за проданное зерно, ну, наверное, вот это один из тех компромиссов, на которые можно пойти. То есть в моем понимании, вот если обе стороны, как говорится, опять, обе стороны неправильно, потому что количество участников там как минимум четыре, Россия, Украина, Турция, ООН, и кто с кем, о чем договаривается, это очень сложно, да, потому что там, ну, выясняется, что аммиакопровод России договаривалась с ООН, да, при этом ни Турция, ни Украина были не в курсе, никаких обещаний на эту тему не давали. Вот, соответственно, вот при, так сказать, некой гибкости желания всех сторон, в моем понимании основные препятствия или основные требования России, они могут быть учтены и выполнены, да, я не вижу в них ничего такого, чтобы вот серьезно нарушало интересы Украины. Вот, соответственно, если стороны в ходе этих переговоров, ну, каким-то образом хотя бы договорятся о том, как они будут решены, там, в течение, не знаю, следующего месяца, например, все эти проблемы, то терновая сделка может продлиться, да, там, может ли Россия упереться и сказать, что нет ни за что и никогда, может, да, это тоже никого не должно удивлять. Я могу частично хотя бы пытаться объяснить, почему это может не удовлетворять, но мне кажется, что, вы понимаете, в эту игру можно играть бесконечно. Ну, например, сделка 17 числа продлевается, выходит Лавров через 15 минут на пресс-конференцию, говорит, так, все, на следующий раз, вот уже точно, мы продлеваем на три месяца, но в следующий раз уже точно Россия ничего продлевать не будет. Выходит Песков через еще 25 минут, говорит, ребят, все, мы закрыли этот кейс, мы продлевать ничего не будем, но потому что у нас есть какие-то условия, их никто не хочет соблюдать. Потом, я не знаю, Путин выходит, говорит, точно не будем продлевать. Все так, как было и до этого. После чего закрываются двери, сидят представители четырех делегаций, и россияне говорят, слушайте, ну вот вы пошли на уступки, подключили там этот Ростельхозбанк, или как называется, к Свифт, а в следующий раз через три месяца мы хотим, чтобы вы полностью подключили все банки к Свифт, сняли санкции, там, не знаю, на металлопродукцию, там, что-то еще сделали и так далее. И это может продолжаться бесконечно долго. Юрий, вот точно совершенно не нужно считать, что я являюсь защитником интересов России. Нет, я так не считаю. Я высказываю свою экспертную оценку. Соответственно, вот в самом начале, в самом начале зерновой сделки Украина пошла на компромиссы, на уступки, что мы разрешаем досмотр судов. Соответственно, требования России, вот ее хотелки, они остались неизменными с той самой поры. То есть, вот Россия, можно ли отдать в этом части России должное, но там за 15 месяцев, за 14 месяцев, Россия никаких новых требований в этой части не выдвигала. Может ли быть ситуация такой, как вы описали? Да, может. Да, может. А я же сразу сказал, что опция того, что Россия скажет, что мы не хотим ничего продлевать, она остается. И с точки зрения меня, как эксперта, не очень важно, вот Россия откажется от продления сделки 17 июля или через три месяца, 17 октября. Вот здесь нет никакой, не знаю, там лица умножения, нет никакого компьютера, который позволяет посчитать и предсказать поведение российских властей. Она абсолютно непредсказуема, и могут быть новые требования, новые требования могут быть и сегодня, они могут появиться 18 июля и так далее. Вот, к сожалению, это не та ситуация, которую можно просчитать и предсказать. Поэтому, да, все правильно вы сказали, да, может быть и так, а может быть и как-то по-другому. Да. Позвольте, пожалуйста, в заключение нашего эфира, хотелось бы попросить вас сделать прогноз, что ли, в отношении нашей отечественной украинской экономики, потому что вы абсолютно все правильно сказали, действительно есть страны, которые нам помогают, это Соединенные Штаты, это Европа, мы знаем, куда идут эти деньги, в каком количестве, как, вот МВФ, новые соглашения и прочее, прочее. Ну, понятное дело, что у нас есть большие, огромные проблемы, это так. Вопрос в том, как можно улучшить свое положение, да, за счет чего это можно сделать. И, ну, вот в целом, давайте различного рода сценарии, в том числе, например, рассматривать, там, что будет, если, там, в какой-то момент власть изменится в той или иной стране. И нам скажут, так, ребят, ну, вот, все, изменилась ситуация, денег больше нет, давайте идти на какие-то уступки, переговоры и так далее. Такие варианты возможны? Юрий, вы меня провоцируете, да, и на самом деле говорите, что, слушайте, вот перед вами широкое поле сценария, вход и до, и можно нафантазировать все, что угодно. Может и случиться так, ну, давайте так, что, вот, там, хороший сценарий, да, и, да, и самое главное, что вы меня выталкиваете в область политических прогнозов, а не экономических прогнозов. А вот впервые я вас пытался обыдывать. Нет, нет, сейчас я объясню разницу, объясню разницу, да. В экономических прогнозах мы можем опираться на некие факты, да, на некую логику, на некие зависимости, да, что, ну, например, если у страны очень большой бюджетный дефицит, если он финансируется за счет Центрального банка, да, то рано или поздно будет большая инфляция, высокая инфляция. И вот, собственно говоря, есть, например, такая закономерность, да, есть другая закономерность, что если в стране высокий уровень коррупции, да, то, соответственно, темпы экономического роста снижаются. Мы можем сказать, что если в стране не работает правовая система, если нет верховенства права, если нет равенства всех перед законом, да, то в стране не защищаются права собственности, и, соответственно, инвестиции не растут. Нет инвестиций, нет экономического роста. Вот, собственно, в экономике дальше можно, что называется, строить и так далее. Политические прогнозы, они все опираются на некие гипотезы, которые никакого подтверждения иметь не могут. Начинается с того, может ли быть такое, что в ноябре 2024 года победит кандидат республиканец на президентских выборах США? Ну, может. Может. А может он проиграть? Может. А может ли там в ноябре 2024 года республиканская партия взять под контроль обе палаты Конгресса? Может. А может случиться так, что демократы возьмут обе палаты Конгресса? Ну, менее вероятно, но тоже может. А может получиться, что так, 50 на одну палату возьмет одна партия, другую палату возьмет другая партия? Может. И вот так вот мы рассматриваем еще там Францию, еще рассматриваем Германию. В Германии рухнуть коалиции может. Ну, и так далее. То есть, вот у нас уже начинается огромное количество политических сценариев, и мы сами в них запутаемся. Вот, поэтому, ну, я даже, вот, понимаете, как, это один из тех плохих сценариев, которым украина, там, украинские политики, они, в принципе, должны его иметь всегда в виду. Да, что это может случиться. Может ли США, могут ли Соединенные Штаты Америки отказаться от финансовой и военной поддержки Украины после выборов в ноябре 2024 года? Ответ – да, может. Великая вероятность такого сценария? Ну, не знаю, в моем понимании не очень велика, но, знаете как, в случае Украины даже 1% – это очень большая вероятность. Да, поэтому, вот, можно ли что-то этому противопоставить? Ну, этому можно противопоставить только, там, мастерство генерала Залужного, да, и, там, храбрость украинских пульсов. Вот, а может быть, и того, и другого, включая, там, накопленные запасы вооружений, не хватит для того, чтобы одержать победу на фронте. Вот, и тогда там будет стоять политический выбор перед теми, ну, перед президентом Зеленским и его командой, да, что делать, если денег нет, военной помощи нет, а война продолжается. Ну, собственно, это вот тот сценарий, который сейчас Путин пытается, не то что пытается, Путин продал своему окружению, да, и российская элита готова вот в этот сценарий играть. Наша задача продержаться до конца 24-го года, а уж тогда в Америке сменится власть, тогда Украину-то не поддержат, ну, уж тут-то мы точно победим. Да, вот, опять, знаете, как, я не знаю, ответил я на ваш вопрос, сказать, что такого сценария не существует совсем, будет неправдой. А сказать, что вероятность такого сценария очень высока, ну, тоже будет неправдой. Субтитры сделал DimaTorzok